Приветствую Вас. Вы знаете, я прочитал Ваш вопрос и прочитал ответ своего коллеги. На данный момент, на данный момент, на момент записи ответа, комментарий коллеги у Вас был только один. Вот. Ну, значит, что я Вам могу сказать? Значит, по поводу Вашего вопроса, Вашего описания ситуации, я думаю, что у Вас мало понимания того, что Вы делаете. Вы говорите, что мы начали приезжаться с девочкой, 3 месяца все было хорошо, потом я уехал в другой город. И, в принципе, с этого начались проблемы, появилось у Вас с ней безразличие, что это нормально, это нормально, кстати говоря. Вот. Потом наши отношения заключались в том, что Вы сидели дома, Вы были заняты своими делами, потом в постели и все. Ну, это уже менее нормальное. Дело в том, что, видите ли, если Вы сами говорите, что, например, Вы сидели только дома у нее и что, ну, или не у нее, а просто сидели дома, Вы были заняты своими делами, а потом в постели, то есть правильно ли я Вас понимал, что Вам было скучно? Вот просто откровенно скучно Вам было. То есть все было однообразно. Задекает вопрос, почему Вы не пытались как-то однообразно то, что у Вас происходило? Непонятно. Кто для нас разнообразил то, что у Вас происходило? Тоже непонятно. Но Вы решили добровольно расстаться. Ну, в принципе, тоже хорошее решение, правильное решение, адекватное решение. Вот. Далее Вы добровольно расстаетесь и узнаете, что у него появился друг. И вот здесь, простите, возникает проблема. Вы добровольно расстались, у нее появился друг. Вы говорите о том, что Вы приехали много истерии. Почему Вы истерили, если Вы расстались? Если у Вас к ней было безразличие, чем была вызвана Ваша истерика или истерия? Чем была вызвана такая реакция? Если Вы с девочкой, как я Вам понял, Вы с девочкой расстались? Фактически? 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 Вы с ней расстались уже. Так почему у Вас возникла истерия? Поясните, пожалуйста, потому что этот момент, если честно, вообще не ясен. Откуда ввелась истерия? Почему Вы так стали себя вести с девочкой? Непонятно. В данном случае, по крайней мере, непонятно. Далее Вы говорите, что я ушел. Значит, она осталась со своим мужчиной. Далее у них был, значит, у них был секс и, собственно, он ее бросает. Вы об этом узнаете, приезжаете, вот, указываете ей на ее ошибки, как Вы говорите, Вы указываете ей на ее ошибки. Вот. И, собственно говоря, выпиваете с ней, целуетесь и, значит, и спрашиваете, значит, у нее чего она хочет дальше, да? Вот. 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 Вот такой вопрос, зачем Вы указывали ей на ее ошибки? Непонятно. А, как бы, что заставляет Вас это делать? Непонятно. Далее Вы говорите, я буду в городе неделю. неделю. Мы с ней гуляли пару дней, как друзья, гуляли за руку и так далее. Это в чем дело? Пока вы сами для себя не определите причины своего такого поведения, пока вы не измените свое поведение. Проблема не решится, это раз, потому что она именно поэтому и не хочет с вами сближаться, по той простой причине, что вы она опасается, что ситуация повторится. Она опасается, что ситуация повторится. И чтобы ситуация не повторилась, вам нужно убедить ее в том, что вы так больше не будете поступать. То есть вы не будете проявлять безразличие, вы не будете с ней расставаться, что вы надеетесь, что вы стабильны. А для этого, естественно, нужно, чтобы вы находились в месте. Вы же говорите, что вы только неделю будете в городе, и что вы хотите вернуть ее на неделю? Или вы хотите вернуть ее в течение недели? В любом случае это нереально. Нереально и вернуть ее в течение недели, и нереально вернуть ее только на неделю. Потому что вот через неделю вы опять уезжаете, и это вновь вверх 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 вверхнет вас в пучину тех отношений, которые у вас уже были. И вы наступите по сути дела на те же грабли. То есть ситуация заключается в том, что этот момент принципиально важен. Определите для себя свои приоритеты. Первонаправо. То есть либо вы заканчиваете все дела в другом городе и постоянно находите в том городе, где девочка, либо вы предлагаете забрать ее с собой и живете в вашем городе, где вы сейчас находитесь, чтобы постоянно быть с ней. То есть должна быть определенная стабильность. Но чтобы она захотела с вами отношения, нужно исправить свое поведение, как правильно вам сказал мой коллега. Нужно подкорректировать свое поведение и, возможно, в чем-то перед ней извиниться. Вот. Либо быть до конца честным с собой, потому что вы не говорите о том, чего вы хотите. Вы просто говорите, что вот мы с ней погуляли и так далее, и так далее. А вы-то сами чего хотите. У вас же к ней безразличие было. Вам не надоело. А что-то случилось потом? Где ваши рефлексии? Где ваши осознанны? Что происходит с вами? Что сейчас происходит с вами? Чего вы хотите? Вы помните, как мы ее завоевали? Вы можете это повторить? Она, скорее всего, тоже хочет быть с вами. Но, опять же, она хочет понимать, с кем она. И для этого вам придется свое поведение подкорректировать. В любом случае. И, по крайней мере, лучше понимать, что и как вы делаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Критинка закончится. Хотел бы еще сказать вам так. Сейчас вам нужно быть один другом. И общаться с ней в максимально комфортной для нее форме. Простепенно сблищаться. Оказывать, что на вас можно положиться. Быть для нее тем мужчиной, которого она хочет видеть. И вот, постепенно, постепенно, при учете того, что я вам уже говорил, вы сможете ее вернуть. Если у нее остались к вам чувства. Вполне вероятно, что чувства к вам у нее не осталось. Такое тоже может быть. Но, скорее всего, если она захотела, чтобы вы были ее другом, значит, какие-то чувства еще есть. Вам самое главное сейчас своей напористой, силой своей настойчивости, навязчивости, может быть даже, не испортить все. Это очень важно. Вот. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok